Субтитры сделал DimaTorzok 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 что такое я не понимаю чё это что что это было что это ну я как бы превью не делаю просто потому что мы по большому счету просто прикалываемся мы прикалываемся с ребятами на такой стрим light версия мы проходим игры в свое удовольствие но игровые стримы это у нас так это мы просто прикалываемся мы прикалываемся это бабушка бейкер почему все меня ненавидят бабули у тебя не ненавидим о боже мой что это бабушка отвратительное зрелище странно а нам она внушала что она бабка на коляске но оказалось что она была вот это евелина ну как я понял может быть я не прав может быть я ошибаюсь может быть на самом деле бабушка бейкер была нас но действительно хотя хотя подожди боя бабушка бейкер действительно существует существует потому что она ходила к врачу мы помним то письмо в ее комнате поэтому поэтому бабушка бейкер да она действительно была либо вели на ее убила и всем внушала что она бабушка бейкер короче самый главный вот вопрос который интригует меня куда делась бабушка бейкер она превратилась монстра в конце либо и вели на убила и все внушала что она бабушка бейкер и те моменты когда мы видели бабушку бейкер это на самом деле была евелина либо бабушка бейкер действительно существует и в конце она превращается в монстра и мы убиваем бабушка бейкер тогда куда делась евелина я не понимаю я запутался как туда попал корабль я вообще не могу понять это же болото луизианы он не мог там оказаться может быть просто японцы не знают как устроены болото луизианы ну как туда занесло этот корабль огромный это просто непонятно господи это гениально кодзима гений кодзима просто замечательную игру сделал такой замысломатый запутанный сюжет тогда мы просто у нас столько вопросов остается пока не в конец в конце игры настолько вопросов куда откуда взялся этот корабль где бабушка бейкер что вообще жена где это за а кто такая вообще это зоя зой кто она такая была кто непонятно непонятно я не а где где их сын куда делся их сын я кстати не помню тот момент когда мы его убили или куда он пропал много вопросов много вопросов к этой игре конечно кодзима молодец слушай это гениально это гениально я бы даже назвал это к зиме а ну настолько это круто настолько это поражает твою фантазию настолько это поражает твоего воображения когда ты играешь эту игру это атмосфера ужаса это атмосфера хоррора которая тебя поглощает и пугая тебя до самого конца а ты представляешь что действительно девочка не причем и всем управляла бабка она вселялась в разум всех этих людей она всеми управляла даже в конце когда мы убиваем эту девочку бабка сидит доме на коляске и посылает нам галлюцинации вертолеты нас прилетает и спасает но на самом деле мы уже мертвы давно еще самом начале когда этот момент когда нам отрубают руку мы погибли и все все вот эти вот события которые нам происходят это все предсмертная галлюцинация такой двойной сюжет вот эти вот его сценарные ходы когда он с нами играет из этой игры он играет с игроком то есть эта игра в игре игра в игре кодзима любит такие вещи когда ты не понимаешь до конца и ты должен как вот это вот техасская резня когда мы там боремся вот это вот на бензопилах мы не понимаем что мы должны уступить или мы должны умереть чтобы нам взять эту бензопилу это в общем это просто гениальный ход и гениальный ход кодзима он создает невероятные игры но какой интригант какой интригант такую интригу развел сюжетные повороты вот эти вот когда вроде бы семейка сумасшедших потом это все манипуляции девочки а девочка оказывается какой-то проект химических лабораторий блин какой сюжет это и это могут придумать только японцы вот у них такие такой мозг они будут придумывать постоянно вот эти вот сумасшедшие какие-то перипетии сюжетные когда вроде бы ты думаешь что одно а потом а сюжет обворачивается по-другому невероятно невероятная просто в восторге и заходите на новые стримы смотрите следите за нашими стримами так как в первую очередь это нужно вам о не я подумал это еще к кодзима нам приберег какой-то ролик интересный после титров